Давайте научимся делить. Посмотрите, пожалуйста, на следующую программу. Здесь число 12 345 я делю на 1000. Вот результат ее работы. 12 000 получается, x разделить на 1012. И x процент, 1000 процент, это операция взятия остатка. Так вот, это 345. Это вполне логично. Так устроена десятичная система счисления. Естественно, я могу побаловаться, написать что-нибудь, разделить на 10, например. И увидеть, что в этом случае у меня он откусывает, по сути, одну последнюю цифру в десятичной системе счисления. Это очень здорово. Я могу теперь взять и что сделать? Ну, например, попробовать это число разбить на цифры. Разрезать его все на цифры. Если делать это вот так вот вручную, ну, например, x разделить на 10, то это число с отброшенной последней цифрой. А у него потом еще взять остаток определений на 10. Это как раз, да, получится у меня вторая справа цифра, то есть 4. Но мне бы хотелось, на самом деле, сделать это циклически. То есть пусть я буду портить x, да, но в результате у меня получится, что новое состояние будет состоянием без последней цифры. И поэтому вот здесь я увижу уже вторую справа цифру. Вторую по младшинству, да. Или по младшинству, в смысле, менее младшую. Короче, вот если я буду двигаться вот так, то я буду откусывать эти цифры все дальше и дальше. Естественно, что мне не очень хочется это дело копипастить. Да, я могу, конечно, это сделать, но по-хорошему мне лучше это дело просто загнать в цикл. Да, вот это все обнять фигурными скобками. Прошу прощения. Вот так вот. Обнять это фигурными скобками, написать цикл пока. Но важно понимать, когда это дело закончится. А закончится это тогда, когда у меня частное станет равно нулю. То есть пока x у меня не равен нулю. В принципе, для положительных x можно писать больше нуля. Это вполне нормально. Но я напишу не равно нулю. Восклицательный знак равно. И мы можем запускать, посмотреть на наше число, как оно разбивается на цифры благополучно. Ну, в принципе, x, сам x можно и не печатать. Но сейчас меня это не очень сильно интересует. Интересный момент вот какой. А что происходит при делении нацело отрицательных чисел? Давайте посмотрим. Что у меня будет происходить? У меня вроде бы вообще ничего страшного не происходит. Пожалуйста, вот отрицательные остатки. Они как раз соответствуют последним цифрам. Но отрицательные остатки математически являются не совсем нормальными. Дело в том, что остатки при делении на положительное число, на некий модуль, в рамках которого обычно строится кольцо, предполагается, что они будут равны базовым вычетам. То есть от нуля до модуля, на котором происходит деление, в данном случае 10, от нуля до 9 включительно получается. А у нас тут возникают отрицательные числа. Это нехорошо. Но язык C в этом случае действует ровно как архитектура процессора. Процессор фирмы Intel действует не математично. AMD тоже действует точно так же. И язык C шарашит в эту же абсолютно историю. Он пользуется просто стандартными машинными командами. Не так, как, например, язык Python. Python идет по математике. И еще один тоже важный момент, который следует обсудить. Это деление дробное. Деление дробное оказывается очень даже непросто сделать. Допустим, у меня есть вещественная переменная с плавающей точкой. x. И я в эту переменную x хочу положить значение 1,2. Я логично делаю вот так. 1 разделить на 2. И что? А ничего. Ничего хорошего. Дело в том, что язык C интерпретирует это следующим образом. Да, левый оперант операции присваивания имеет тип double. То есть в конечном счете коробка, в которую мы будем запихивать значение, она с плавающей точкой, вещественная. А справа от присваивания в начале должно быть вычислено вот это выражение. Что это значит? Что он пытается интерпретировать, он, компилятор, интерпретировать вот это выражение. Он смотрит на 2 операнда, смотрит, о, да, они целочисленные. А значит деление будем делать целочисленное. И результат будет целое число. А целочисленное деление 1 разделить на 2 с отбрасыванием остатка – это 0. Поэтому вы можете удивляться, но результатом будет то, что x у меня в этом случае равняется 0.0. На самом деле 0.0 писать не обязательно. Получается забавная мордашка. Достаточно писать 0.0, это вполне допустимое. Как выйти из положения? Как сделать так, чтобы у меня не получался 0 в результате? Да, это получится вещественное 0, потому что целочисленный 0, полученный в результате 1 разделить на 2, запихнется туда. Как быть? Ответ. Надо заставить компилятор вот в этом месте уже при выполнении вот этой операции делать ее как с дробными числами. Для этого мне надо, чтобы один из этих операндов был дабл. Дабл. Вот тогда, да, тогда он посмотрит 1 целый, 2 дробный. Но ведь нельзя делить. Он говорит, я не могу делать операцию с разнотипными элементами. Значит, мне надо преобразовать эту единичку к типу дабл. Но как мне сделать двойку типом дабл? На самом деле очень просто. Точно так же, как тут с нулем я поступил. Достаточно написать 2 точка. 2 точка, этого достаточно. Вот эта точечка, она делает константу дробной. Если вы параноик, а иногда бывает полезно быть параноиком, то в арифметическом выражении, которое вы собираетесь вычислять, лучше сказать, 1 точка разделить на 2 точка. Вот, если же это у вас 2 переменные, а не 2 числа, то вы так поступить не можете. Вот, например, у вас есть некий y и z, и эти y и z являются целыми числами. А x у вас является дробным числом. Вы хотите сделать вот так вот, y разделить на z. Ну, вот в этом случае у вас будет фигня. Не получится, да? Но мы можем воспользоваться явным приведением типов. То есть сказать компилятору, дорогой, ты сделай мне, пожалуйста, y дробным, даблом, да? И потом делай операцию. Я хочу дробный y, дабл y, разделить на дабл z. И вот так, да, так, пожалуйста, у нас результат будет правильный, дробный. Да, там, не знаю, 2 третьих будет реально 0,66666, да, и так далее. Понятно? Одна вторая будет 0,5. В общем, все будет окей. Надо сказать, что мы, если мы понимаем, как устроены приведения типов, то даблить мы можем только одну переменную из двух. То есть, в принципе, достаточно сказать вот так. Дабл y разделить на z и, неважно, сейчас целая она или дробная. Будьте аккуратны при делении. Пользуйтесь взятием остатка.